Я с огромным удовольствием отвечу на ваши вопросы, которые поступили, и начнем. По поводу обратной инклюзии. Обратная инклюзия предполагается для деток, у которых есть расстройство аутистического спектра, и это значит, что как бы не ребенок приходит в класс к учителю, а сначала учитель приходит к ребенку, то есть ребенок в домашних условиях начинает получать какую-то помощь, после этого он на какое-то время попадает в класс, либо в группу, на небольшое время, когда адаптируется уже вот к этой ситуации, он приходит туда на больший промежуток времени, и когда адаптируется уже хорошо, тогда он выходит на полный день. То есть с детками раз, ситуация, когда ребенка просто приводят и оставляют на целый день, постарайтесь ее не допускать. Она не запрещена законом, но это будет просто очень и очень тяжело для вас, для ребенка, для других деток. Смотрите, мы сейчас немножко ушли, знаете, в какую сторону, в сторону законодательства, и я боюсь, что мы там с вами погрязнем, поэтому последний вопрос по законодательству. Ирина, смотрите, есть такие документы, которые называются примерные программы по ОПП, вот, вам их нужно найти в интернете, и вот в каждой программе в конце прописаны условия. Условий много, они касаются и того, сколько детей должно быть в группе, и какой коэффициент увеличения содержания ребенка есть для каждого определенного состояния. Поэтому, еще раз прошу простить, тема, заявленная вами, она важная, но она от заявленной мной уходит в сторону, поэтому давайте я начну вебинар. Вот, еще раз, пожалуйста, огоньками проголосуйте, кому меня хорошо слышно. Вот, слышно, чтобы звук был хороший. Все, я огоньки вижу, звук достаточно хороший, уровень интернета у меня тут тоже нормальный, поэтому я думаю, все будет хорошо. На вопросы я посматриваю, и мы с вами движемся дальше. Итак, сегодня наша тема, на которой хочется сосредоточиться, это формирование навыков общения у деток с ОВЗ, потому что это отдельная, очень сложная тема, и она заявлена вами, именно слушатели Директ Медиа заявили, попросили озвучить эту тему, поэтому я с удовольствием вам эту информацию сейчас расскажу. Итак, про ОВЗ, про общение, как обычно, начинаем с каких-то основополагающих вещей. Итак, мы сегодня будем говорить о навыках общения или по-другому о коммуникативной компетентности. Что это такое? Это умение общаться очень хорошо, быстро, четко устанавливать деловые, дружеские контакты с людьми, какие-то осведомленности в области коммуникации, допустим, к кому обращаться на «ты», к кому на «вы». Вот это простейший пример того, что значит осведомленность в области коммуникации. К кому можно подходить, когда к человеку нельзя подходить и обращаться с вопросами. К кому можно бежать, обниматься, кому нельзя. Вот, это вот то, чему мы учим всех ребяток в дошкольном возрасте, и по идее они должны усвоить коммуникацию для того, чтобы включиться в общество, потому что без этих навыков включиться в общество будет трудно, и маленький человечек на каждом шаге своем будет встречать какие-то препятствия. Установка контактов с людьми, то есть учиться хорошо общаться, хорошо вступать в переговоры, знакомиться, избегать конфликтов и так далее. Это способ заявить о своих эмоциях, потому что вы наверняка много раз сталкивались с такой информацией, ребенок кричит, вяжет, неговорящий ребенок, и он не знает, как сказать о том, что ему хочется. И, конечно, это способ проявить себя, проявиться как личность, потому что я отталкиваюсь от той точки зрения, что любой ребенок в любом состоянии, даже если это глубокая умственная отсталость, даже если это аутизм очень тяжелый, это все равно личность. И вот способ проявить свою личность, он тоже связан с коммуникациями. То есть, еще раз, смотрите, социальная коммуникация – это такой сложный конструкт, в который входят знания о том, как устроен социальный мир, о том, какие сценарии поведения можно использовать в той или другой ситуации. Это навыки общения, которые включают в себя огромный спектр, начиная от слов вежливости, допустим, и заканчивая каких-то фраз, с помощью которых можно разрешить конфликт. Это понимание социального «я», то есть кто я, с какими правами, с какими обязанностями. И это, конечно, владение речью. И здесь же, поскольку у нас тема сегодня особая, я вместе с речью буду говорить много о неречевых средствах коммуникации. О неречевых средствах коммуникации. Ну и у деток с УВЗ есть некие отличия от других детей, отличия и в общем физическом состоянии, и отличия в коммуникациях. И вот об этом хочется поговорить с самого начала с вами. Итак, какие общие особенности? Сейчас мы берем все состояния, любые состояния детей. Потом, уже чуть попозже, я буду конкретизировать по каждому состоянию отдельно. Итак, с чем мы сталкиваемся? При любом отклонении от нормы у нас, у ребенка будет наблюдаться нарушение энергетического баланса организма. При любом отклонении от нормы умное тело все силы бросает на то, чтобы ребенка вернуть нормальное физиологическое состояние. Поэтому энергия распределяется туда и, может быть, на социальное развитие сил просто не хватит. Или их будет меньше, чем обычного ребенка. С этим связана меньшая скорость приема переработки информации. Ну, раз сил нету, поэтому и усваивается все плохо. Замедленный темп психического развития. И отсюда идут уже нарушения коммуникации с окружающим миром. А нарушения коммуникации с окружающим миром тянут за собой нарушение личностного развития. Вот такая вот схема получается. И мы с вами попробуем вмешаться в нее. Что для нас важно? Очень важно, когда мы говорим о детках с УВЗ. В основе любой личности коммуникация – это все-таки элемент личностного развития. Так вот, в основе любой личности в развитии лежит жизненная позиция, которая у ребенка проявляется и закрепляется в очень раннем возрасте. То есть мы еще не научились ходить, но мы уже для себя решили, какой я и какой мир. Вот самый идеальный вариант, когда ребенок здоров, родители приняли его с радостью – это вариант сотрудничества. Когда ребенок понимает, что он хороший, и мир вокруг него тоже прекрасен. Но вот у деток с УВЗ вы эту жизненную позицию встретите очень и очень редко. Скорее всего, вы столкнетесь с жизненной позицией, когда я плохой, а другие хорошее, и ребенок будет настроен на борьбу, а борьба – это всегда вот где-то рядом с войной, и это детки такие очень колючие, которые боятся к себе подпускать. Либо это будет модель выживания, когда ребенок искренне убежден, что он плохой, и мир вокруг него очень недружелюбный. И заметьте, что это не связано с тем, насколько ласковы к нему родители, потому что может быть прекрасная, просто идеальная мама, которая относится к ребенку хорошо и бережно с рождения, но вот так получилось, что в раннем возрасте были тяжелые роды, например, или он в раннем возрасте попал в реанимацию без мамы. И вот это событие, оно привело к тому, что ребенок для себя как бы решил, мир не очень хороший, и я тоже не очень хороший, и надо бы выжить, а жить никак не получается. И вот эти позиции приводят к тому, что у деток с УВЗ, скорее всего, две потребности вы увидите, и эти потребности как бы друг другу противоречат, сталкиваются и образуют некий внутренний конфликт, который вам придется разрешить. Это потребность в общении усиленная, потому что любое общение – это энергетика, и ребенок получает знания о мире через общение, знания о себе самом, о вас. И с другой стороны у него будет огромная боязнь общения. То есть и хочется, и страшно. И вот в этом эпицентре мы обычно и работаем, когда формируем коммуникации у деток с УВЗ. Ну и, скорее всего, вы у таких деток отмечаете характерные черты – это страх и повышенная тревожность. Это может быть агрессия. Агрессия – это чаще всего обратная сторона страха, потому что ему так страшно, что он предпочитает бить первым, чтобы не быть побитым. Вы можете встретить обидчивость и ранимость, отсутствие инициативы в общении, когда ребенок на общение не выходит, но вы по глазкам видите, что ему очень-очень хочется. И вам придется в этой ситуации ему помогать. И полевое поведение. То есть когда у ребенка не сформирована воля, тогда, как говорится, куда ветер дунет, туда его и понесет. Все побежали, что-то там не очень хорошее делать, и он побежал за ребятами следом. А когда спросишь, почему ты это делаешь, ребенок ничего ответить не может. Давайте посмотрим теперь по состояниям. Я выделила и выписала состояние детей, которые у вас в инклюзивных группах встречаются чаще всего. Если я сейчас что-то не назову, пожалуйста, воспользуйтесь формой вопросов. Можно написать вопрос, и я обязательно сделаю добавление. Прежде чем будем рассматривать состояние, еще одну важную ремарку хочу сказать. Смотрите, у любого состояния, которое отклоняется от нормы, есть то, что называется ядро проблемы. Ядра проблемы в каждом состоянии у меня выделены красным. То есть есть определенная проблема, а остальное уже проблемы как бы вторичные, которые возникают, потому что была первая. Итак, дети с ОВСЗ. Ой, прошу прощения, дети с ЗПР. Самое главное в их коммуникации – это замедленное психическое развитие и замедление развития речи. Речь, как важнейшая черта психики, у них развивается медленно. Бедность, неточность словаря, нарушение грамматического строя речи, и речь не направляет действия. Поэтому ребенок с ЗПР речью для общения пользуется с большим трудом и с отставанием. Это вот проблемы детей с ЗПР, их ядро проблемы. Дети с ДЦП и нарушение опорно-двигательного аппарата, то есть там, где задействовано какое-то неправильное движение. Это может быть ДЦП явное, это может быть порезы лицевой мускулатуры, но об этом вам логопеды обязательно говорят, когда ребенка обследуют. Это гипотонусы, гипертонусы, то есть ребенок либо вяленький, как тряпочка, либо он просто вот закручен в пружинку, и эта пружинка норовит стукнуть кого-нибудь в любое неподходящее время. Был воспитанник, у которого все факторы с рождения не прошли, длились до школьного возраста, просто стали менее явными, завуалировались. Что делать с таким ребенком? Любить и развивать дальше. Потому что есть данные, допустим, о том, что детки раз начинают говорить в 10 лет после того, как изучают письменную речь. Ну, об этом тоже дорасскажу. Любить и развивать. Ну, вы не написали, что, перечислили факторы, не написали, какое состояние. Ирина, тогда, может быть, вы продолжите слушать и найдете вот именно свою проблему. То есть детки с ДЦП и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, они плохо общаются и плохо говорят, потому что у них, ну, они просто не могут говорить из-за мускулатуры. Второе – это нарушение в сенсорном развитии. То есть раз у него ручки-ножки плохо действуют, то он как бы образ предмета внутри себя не формирует. Для того, чтобы внутри сложился образ предмета, этот предмет для начала нужно схватить и потрогать. А это у ребенка не получается. И третий фактор – это социальная депривация. То есть если ребенок передвигается на коляске или он не очень хорошо ходит, скорее всего, вокруг него будет меньше разных людей, чем у другого ребенка. Поэтому здесь проблема именно в том, что нарушен вот этот вот тонус. Ну, и с этой проблемой нужно работать прежде всего. Дети с раз. И вот здесь у нас вопрос подоспел. Я сейчас, Елена, на него отвечу. Смотрите, детки с аутизмом. Здесь ядро проблемы – это нарушение социальной коммуникации на неврологическом уровне. То есть мозг детей с раз формируется таким образом, что отделы, ответственные за социальную коммуникацию и границы, они не так, как у обычных людей развиваются. Ну, то есть если совсем просто, то у ребенка с раз нету границы между собой и окружающим миром. Он ее не чувствует, он не чувствует своих границ. И смотрите, если он не чувствует своих границ и не понимает, что есть он и есть кто-то посторонний, ему эта коммуникация в принципе не нужна. То есть нам для того, чтобы договориться с самим собой, не обязательно слова. Они, конечно, желательны, когда мы какие-то умозаключения делаем, но для того, чтобы поднять свою руку, сильно много слов не надо. Поэтому здесь именно вот это нарушение, что он не понимает нужность коммуникации. Уважаемые коллеги, я вижу все вопросы. И если я не ответила на вопрос, значит, ответ будет в вебинаре. Вот, поэтому там, где ответов в вебинаре нет, я на вопросы отвечаю. Поэтому их спокойно задавайте, и все ответы вы услышите так или иначе. Вот, из этого ядра проблемы следует, что функция речи не выполняется, и у детей с раз речь не способ коммуникации, а объект исследования. Как он исследовал, допустим, разные предметы, колотил ими 100-500 раз по стенке, да, исследуя этот предмет. Он точно так же исследует и слова, и выдает их аллалии, которые неподготовленного человека способны довести вот просто до безумия. А это как раз экспериментирование со звуками. Здесь же нарушение монолога и диалога, то есть он не может поддерживать общение, и равнодушие к социальным нормам, которых он просто не замечает, ни из-за того, что он плохой и испорченный, он их не видит, а если он не видит, то он их и выполнить не может, собственно говоря. Дети с СДВГ. Следующая категория деток. Здесь у них, скорее всего, ну вот потому что я знаю, даже не всегда бывает инвалидность, вернее, так, чаще всего инвалидности не бывает, но проблемы при этом остаются, и чаще всего СДВГ остается недиагностированным. То есть мама приходит и с прекрасными глазами вам говорит, что ребенок здоров, но вы СДВГ видите вот то, что называется цветущее. У таких детей ядро проблемы – это отсутствие планирования и целеполагания. То есть у них часть мозга, которая отвечает за создание цели, плана и некого распорядка, еще не развелась. Она разовьется потом, если будут благоприятные обстоятельства. Именно поэтому они не выполняют правила поведения. Еще раз, вот эти дети, они их очень хотят выполнить, но не могут, потому что ему нужно вот просто подскочить, побегать, нужно физически иногда. Именно поэтому они не соблюдают социальные нормы, дистанцию, уместность, социальную иерархию, потому что тот же отдел мозга, лобные доли, которые отвечают за планирование и целеполагание, отвечают и за социальные нормы. Это тоже своеобразный план, да, как я планирую, как я подойду к человеку, да, как я с ним поздороваюсь и так далее. Но и по той же причине нет контроля эмоций. То есть их проблема – это отсутствие контроля над всеми сторонами своей жизни. Ну и вот здесь пишу прямо такой плакат, я его очень часто пишу на вебинарах. Воздействие на первичную причину нарушений дает наилучший результат. То есть, допустим, ребенок с ДЦП, и есть два выбора. Первый выбор – это заниматься усиленным массажем, снятием, допустим, гипертонуса, развитием мышц. И второй выбор – это учить ребенка монологом, диалогом. Для того, чтобы получить лучший результат, нужно много сил бросить на массаж, на развитие мускулатуры, и тогда это даст большую пользу, и потом уже можно решать остальные задачи, которые вам нужно будет решить. Вот. Если этот плакат понятен, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, потому что вот для меня важно – это то, на чем мы будем строить дальнейшую работу. То есть у всех детей с разными вариантами ОВЗ мы ищем ядро проблемы, думаем о том, откуда его проблемы растут, откуда они идут, и вот только после этого мы выстраиваем свою работу и делаем так, чтобы первичное нарушение компенсировалось в большей степени. Спасибо вам за плюсики. Давайте остановимся, а то мы уроним чат. Все прекрасно. Я поняла, что мы с вами попали в одну волну, и это для меня важно. Как мы будем работать? Конечно, дети с нарушениями – это такой не очень легкий контингент для педагога, но с другой стороны, ребенок, он всегда ребенок. Даже если у него какие-то тяжелейшие нарушения, он всегда будет оставаться ребенком, и поэтому мы вопросы вот эти вот сложные можем решать через разные коммуникативные игры. И как раз коммуникативные игры – это наш любимый, самый действенный инструмент для того, чтобы выправить проблемы с коммуникацией у деток с особенностями развития. Что мы можем сделать через коммуникативные игры? Например, показать ребенку, что он не один такой замечательный ребенок на свете, помочь преодолеть эгоцентризм и дать возможности видеть окружающих. Потому что часто у деток с ОВЗ в силу их болезни и в силу их воспитания, потому что мамы часто воспитывают так, что ты у меня единственный, все должны для тебя делать что-то, вот. Они других детей не видят или рассматривают их, ну, как бы вот как игрок рассматривает фигурки на шахматной доске, то есть как объект некий, а не как субъект своих отношений. Второе, что мы можем в игре – натренировать навыки общения, потому что общение – это поведенческие схемы, которые, в принципе, тренируются. Но вот если для ребенка норматипика тренировка заключается, допустим, в повторении 1, 2, 3 раза, то для ребенка с ОВЗ, например, повторить нужно 15 раз. Ну и просто говорить ему «повтори, повтори, повтори» – это нецелесообразно, потому что он уйдет из общения, ему будет скучно. А вот повторить 15 раз в игре он сможет, к примеру, если это такая игра. Но и в игре мы можем безболезненно выучить правила взаимодействия в разных ситуациях. Несколько примеров игр для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Игр на самом деле много, и я выбрала разные, чтобы вы видели, что под любую задачу, в принципе, игру можно подобрать. Итак, игра кошкам. Здесь мы показываем детям, как можно выражать свои эмоции. Ведущий спрашивает ребенка, что делает кошка, и рассказывает о том, что кошка может быть довольная мурлыкать и недовольная, выгибать спинку и шипеть. И после этого рассказывают про кошку историю, и ребенок должен догадаться, эта история кошке нравится или нет. Если ей хорошо, допустим, тенечек солнечный, или ей дали молочка, то она показывает вид, что она довольная. Если встретилась с собачкой, искупалась в грязи, попала под дождик, то она показывает, что она недовольная. Смотрите, это может быть входом в коммуникацию, вот эта игра и похожая на нее, для неговорящих детей. Потому что показать свое состояние для ребенка, иногда это уже большое достижение. Показать, я доволен или я недоволен. И иногда вот с этого момента начинается уже какая-то осмысленная коммуникация. Следующая игра, она называется «Эльфы». Здесь проблема увидеть другого человека и начать с ним взаимодействовать. Половинка детей – это эльфы, половина – это люди-труженики. Труженики работают, ночь – труженики у нас падают от усталости, и дети-эльфы подлетают к ним и начинают убаюкивать, ласкать. И при этом мы восстанавливаем для детей телесный контакт, которого им нужно много, так много иногда, что родители не могут дать столько им телесного контакта, столько прикосновений. И учим детей проявлять сострадание к другим людям. Следующая игра – «Теремок». Это уже игра для говорящих детей, то есть для тех, кто хорошо владеет речью. И несмотря на то, что ребенок, допустим, освоил речь, у него остаются какие-то проблемы, связанные с его заболеванием. Светлана, вот это скорее для всех состояний, исключая аутизм. Про аутизм будет отдельная история. Чуть-чуть подождите, но она будет. Эта история касается, вот то, что я рассказываю, ЗПР, деток с ДЦП, с легкоемственной отсталостью, с СДВГ. Ну вот как бы спектр заболеваний, которые встречаются в ваших группах. Про аутизм отдельно расскажу. Вот, строим теремок. Обычно мы берем стол и его закрываем покрывалами со всех сторон. Один ребятенок залезает в теремок, а другие просятся войти. Но вот чтобы войти, нужно предложить то, что хозяину ценно. И это опять коммуникация, это умение договориться, потому что для того, чтобы договориться с другим человеком, нужно понять, а что этому человеку хочется. И вот такая коммуникация для деток с ОВЗ очень важна, потому что если они не хотят всю жизнь быть в состоянии, ну грубо скажу, наверное, но все равно в состоянии жертвы или в состоянии слабого человека, которому все помогают, им нужно налаживать вот такую вот партнерскую коммуникацию. И я видела много случаев, когда детки, подростки, взрослые, ну молодые взрослые с инвалидностью прямо начинали расцветать, когда им случалась возможность начать заботиться о другом человеке. Они сразу же начинали чувствовать себя нужными. И деткам это тоже очень важно. Сиамские близнецы. Деток связываем, ну, руки одного ребенка и другого по одной ручке, связываем чем-нибудь, ну, веревочкой, ленточкой и даем им мелки. И они вот этими связанными ручками должны что-то рисовать. То же самое на коммуникацию игрушка. Чей предмет? Понимание о границах, которые тоже у деток бывают не столько хорошо сформированы. Они собирают, и это еще игра на внимание к другим людям. Мы собираем разные вещички с каждого ребенка, складываем в мешочек, а потом дети должны догадаться, чей предмет, вспомнить, кто его хозяин. Такая вот хорошая игрушка. Ну и игра в магазин. Есть покупатели, есть продавец, и покупатели должны, не называя предметы, писать и рассказать его, о нем что-то, чтобы продавец догадался, что это такое. Игрушка хороша, допустим, для детей с ДЦП, с нарушениями опорно-отведительного аппарата, потому что она как бы подпитывает еще и сенсорное впечатление о разных предметах. Рукавички. Тоже прекрасное упражнение. Вырезаем рукавички, делаем узор парный на рукавичках и раскидываем в разных концах, уголочках помещения. Детки должны найти свою пару и еще и одинаково раскрасить. Тоже это уже на договаривание. Еще одна игрушка. Копилка добрых проступков. Достаем коробочку, наполненную кубиками, и представляем, что каждый кубик – это какой-то добрый поступок. Неважно, кто его совершил, сам ребенок или его друзья. И называем добрый поступок, и кубик закидываем обратно в коробочку. На умении общаться. Я рад тебя видеть. Создаем положительное настроение. И учим детей здороваться друг с другом, потому что вот иногда и этот навык у детей с различными заболеваниями тоже нужно прокачивать. Мой лучший друг. Игра. Развиваем вербальное общение. То есть здесь уже учим говорить словами. И детки встают вокруг педагога полукругом и закрывают глазки и вспоминают всех своих друзей. Тот, кто получает мячик, называет своего лучшего друга по имени и что-нибудь о нем рассказывает. Здесь мы и подкрепляем умение дружить, и подкрепляем умение внимательно относиться к другим людям. Секретик. Тоже интересная игрушка, потому что иногда детям с ОВЗ очень трудно настоять на своем. Они, как правило, соглашаются со всем, вот энергии у них маловато, а вот суть этой игры в том, чтобы именно настоять на своем. У каждого ребенка есть секретик, и нужно уговорить другого человека этот секретик показать. И ребятки в игре, они очень часто становятся азартными, и вот свою робость начинают преодолевать. Такие интересные вещи происходят. Но чаще всего уговаривают все-таки секретик открыть. Вот, какие навыки общения мы должны у детей прокачать, да, вот такое слово тренерское. Это знакомство, представление, это рассказ о себе, это навык просить о помощи для детей, это очень важный навык. Это умение вести диалог, это умение вести переговоры, добиваться своего, и понимание, как нужно вести себя в конфликте. Все это простраивается с помощью игр, которые я сейчас рассказала. Вот теперь долгожданная тема, упражнение на коммуникацию для детей с РАС. Вижу вопрос от Галины. Смотрите, что очень важно. Ваши дети с ОВЗ, они могут долгое время стоять в стороне, но по глазам вы видите, что они работают, что внутри них эта работа происходит. Вот я сейчас на смене в детском лагере, поэтому обстановка не такая, как обычно. Вот, и у меня, допустим, один ребенок, ну, слабенький, он просто вот такой вот, ну, слабее, чем другие, немножечко там ЗПР есть. Вот, и он включился в работу на третий день, только на третий день. А до этого он стоял, смотрел, он был в кругу, он улыбался, хихикал, но он в открытую не общался, на третий день включился. Поэтому, если ей нравится, если она из круга не убегает, значит, внутри нее идет работа. Работа внутри накопится, она выйдет на поверхность, вы все правильно делаете. Про аутизм. Вот, смотрите, когда вы сталкиваетесь с аутичным ребенком, вы видите вот такие вот вещи. он застревает на стадии предметной игры, то есть он просто играет с предметами и не переходит на ролевую игру. Причем с предметами он играет, ну, вот, как малыш, то есть он исследует какие-то их свойства и качества, но функцию вот общечеловеческую он плохо усваивает. То есть ложка может стучать, греметь, возить, шоркать, но никак не брать еду и тянуть в рот. Их не особо интересуют игрушки, игровые предметы и их не особо интересуют другие дети. Вот, бывают разные варианты, то есть бывает, что не особо интересуют дети, а бывает, что особо интересуют, то есть они явно тянутся, но они не умеют с ними общаться, то есть они не знают как. Что мы можем сделать, как мы можем поработать с детьми в раз? Первый принцип, который спасает и который их вытягивает в коммуникацию, мы коммуницируем не напрямую с ребенком, а через какой-то предмет-посредник. Если у детей мы видим, что есть интерес к предметному миру, а интереса к коммуникации нет, тогда делаем коммуникацию, ну, как бы такую трехстороннюю, например, есть ребенок с аутизмом, есть вы, педагог, и есть стаканчики с разноцветной водой. Игра «Цветная вода». Вы даете ему стаканчики с водой, разрешаете попереливать, и потом набираете на кисточку разные цвета, разные краски и окрашиваете воду в разные цвета. И при этом вы проговариваете все, что делаете. Сейчас возьмем желтую краску, вот у нас здесь желтая вода, смотри, как красиво. И вот в этой трехсторонней работе может появиться какой-то первый ручеек коммуникации, может быть, ребенок попросит у вас кисточку, чтобы раскрасить еще один стаканчик, и вы ему скажете, хочешь кисточку, скажи, дай. И, возможно, вы получите от него новое слово. Возможно, он просто посмеется, возможно, вы поймаете его взгляд. Но из таких вот игр, я здесь показала одно, но вы понимаете, что можно таких игр изобрести просто миллион. Самое главное, соблюдая вот этот принцип, не напрямую общение, если ребенок боится этого общения, а через что-нибудь, через какой-нибудь предмет. Второе. Для деток с аутизмом очень важно наличие поощрения. Причем это поощрение должно быть осязаемое. Не обязательно это вкусняха, но это что-то должно быть осязаемое. Потому что, ну, как вы понимаете из того, что я сказала, слово «хорошо», «молодец», для него, ну, просто еще одно сочетание звуков. Ну, никак не похвала. Вариант, который испробован на многих детях и им нравится. На столе во время занятия появляется волшебная коробочка. В начале занятия ребенок заглядывает, видит, что она пустая. Как только ребенок правильно пополняет задание, в коробочке волшебным образом появляется маленькая конфетка. Ну, вот ребенка отвлечь и положить конфетку в коробочку это большого труда не составляет. Но дети с аутизмом, они очень хорошо вот на такие вещи реагируют. То есть для него это понимание, что он сделал правильно. Сделал правильно, конфетка есть. Сделал неправильно, конфетки нет. И вот такие вот вещи, вот такие приемчики, они тоже хорошо работают. Третье, что вам нужно обязательно... Да, ЗПР работает с нарушениями поведения, но там вы можете еще и словами похвалить, а детки с РАС, они, ну, как бы не воспринимают эту похвалу словами. А материальное поощрение, да. И в воспитании детей с РАС очень много вот этих поощрений, больше, чем у обычных детей. Обучение подражанию, как самостоятельная деятельность. Вот это то, с чего вы начнете работу по коммуникации с детками с РАС. Потому что для нормотипичного ребенка подражать взрослому, это как бы биологически нормально. Они как утятки, как гусятки, как все живые существа, как все детеныши, они подражают взрослому человеку. А у ребенка с РАС этого навыка нету. У него физиологически этого навыка нету, поэтому мы учим подражать, ну, вот что называется, принудительно. И этот навык воспитываем у него. Когда ребенок обучается подражанию, у него уже дальше больше ресурсов для того, чтобы какие-то вещи из коммуникации запоминать и повторять. Следующее здесь на одном слайде – это тоже правило, которое мы используем для детей с РАС. И смотрите, вот Надежда написала, что работает с другими состояниями. Если работает, вы берете и применяете, потому что здесь же нету каких-то границ. Если увидели, что работает, значит берем. Многократное повторение навыка, причем мы повторяем его с усложнением. Отработка навыка по отдельным действиям. То есть навык, допустим, подойти к человеку и познакомиться, он будет разбит на определенные этапы. Первое – это подойти к человеку и посмотреть в глаза. И мы этот навык репетируем долго. Потом мы репетируем навык сказать «Привет». Потом соединяем два навыка – подойти, посмотреть в глаза, сказать «Привет». Потом присоединяем еще какой-то навык. Дальше для детей с РАС очень важно постепенное усложнение коммуникации. То есть сначала мы коммуницировали, допустим, с взрослым человеком, потом с ребенком-сверстником, потом с двумя взрослыми, потом с группой сверстников, потом в незнакомой какой-то обстановке. Ну и после этого уже мы сопровождаем ребенка, когда он переносит навык в новую коммуникативную среду. То есть не так, что его бросили, допустим, в новую среду и ушли, а так, чтобы это происходило постепенно. И вот сейчас я отвечаю на вопрос коллег, которые спрашивали про обратную инклюзию. Это идеальный вариант. Вы можете сейчас сказать, что этот вариант сложно выполнимый, но у нас ситуации бывают разные, бывают родители очень заинтересованные, и он вполне возможен, по крайней мере, я точно знаю, что на практике это удается повторять. Что такое обратная инклюзия? То есть сначала ребенок занимается дома, потом к нему приходит педагог, потом ребенок вместе с мамой, знакомым педагогом, приходит ненадолго в детский сад или, например, в лекотеку позаниматься, потом уже ребенок заходит в группу. Если ребенок надомник, то если мама пользуется методической помощью, тогда учим маму. Если там есть приходящий педагог, тогда он проделывает то же самое. То есть, в принципе, нормальных родителей тоже можно этому обучить. Следующий наш раздел, следующая достаточно важная тема – это эмоциональный интеллект. Это как часть… Нас в школу вообще не зовут, мама очень закрытая. Нас и таково не очень понятно. Вот, поясните ситуацию, и я постараюсь ответить на вопрос. Эмоциональный интеллект – это как часть коммуникации, и такая очень важная часть коммуникации, и тоже об этом стоит поговорить поподробнее. Почему? Эмоции вообще возникли в процессе эволюции, они возникают у млекопитающих, там, зачатки эмоций у птиц мы видим, в расцвет у млекопитающих, и это способ коммуникации и передачи опыта дословесный. То есть до тех пор, как слово стало объектом, не объектом, а инструментом коммуникации, инструментом коммуникации были эмоции. Самостоятельный канал передачи информации, потому что иногда по этому каналу идет не та информация, которая переходит по словесному каналу. Называется неконгруентность. То есть я могу сейчас сделать вот такое лицо и сказать, я ужасно рада вести этот вебинар. Ужасно рада. И вы поймете, что что-то не так. Так, вопрос. Девочка-аутист, я ее учитель видео, прихожу к ним домой, хочу научить ее коммуникации. А кого нас в школу вообще не зовут, мне очень понятно. Но если ваша цель – обучить коммуникации, тогда вот игры и приемы, которые я рассказала, вы можете их использовать. Я поняла, да, мы надобники. Вот, то есть эмоции выполняют регулирующую роль между человеком, окружающим миром и между сознанием и внутренним миром. То есть внутри нашей самой души мы тоже договоримся с помощью эмоций. Мы чувствуем свои эмоции собственные и понимаем, что нам делать. Опять пройдемся по состояниям, которые встречаются чаще всего. У детей с ЭПР мы увидим трудности контроля эмоций, то есть если радость, то радость, если печаль, то это вселенское горе. Мы увидим эмоциональную неустойчивость, когда переход от радости до печали длится 30 секунд, либо наоборот мы видим залипание в эмоции, когда печаль может там на сутки задержаться. Мы видим трудности в развлечении эмоций, ребенок не понимает, какую эмоцию испытывает другой человек и может реагировать неправильно. Там, где нужно пожалеть, он будет хихикать. Абсолютно не со зла. Поэтому наша работа – это вербализация эмоций, назвать ее, различить эмоции, управлять эмоциями своими собственными и правильно отреагировать на эмоции других людей. То есть, по крайней мере, их увидеть, понять, что эмоции у других людей с твоими могут не совпадать и каким-то образом их поразличать. Вот на этом слайде, презентация у вас будет, здесь есть несколько интереснейших игр на развитие эмоционального интеллекта. Опять-таки, это примеры, потому что игр в сети интернет огромное множество. Вам нужно понимать, какая задача, и под эту задачу подбирать игры. Нужно еще понимать, насколько развит ребенок. Например, игры. Найти одинаковое настроение. И мы берем разные карточки, мужчину, женщину, мальчик, девочки. И, допустим, мужчина радостный, женщина радостный, мальчик радостный, девочка радостный. И нужно найти вот все эти радостные вещи. Найди настроение на картинке. То есть, мы говорим, найди радость, найди злость, найди спокойствие и так далее. Имитация. Мы видим картинку, даем ребенку картинку, и он должен сымитировать лучше перед зеркалом такую же эмоцию. Зеркало. Теперь мы уже имитируем эмоцию живого партнера по игре. Один показывает, второй повторяет. Инсценировка. Подбираем картинки к ситуациям. Разыгрывание сценок по придуманным эмоциям. Ну и уже посложнее, это уже следующий этап, там театр эмоций. То есть, показать эмоцию с мимикой, жестами, отгадать. И, допустим, назвать настроение, где картинки с точками, солнышками, грибами и так далее. Галин, да, нужно наладить контакт с будущим педагогом, а лучше еще и познакомить с парочкой ребят в классе. Вот, обязательно. Ну и эмоциональный интеллект для детей с раз, потому что это, опять-таки, отдельная история и отдельная песня. Что у деток с раз с эмоциями? Они у них стереотипны, то есть, одна эмоция может повторяться. Среди этих эмоций много страха, тревоги и агрессии. Ну, потому что жить без границ очень страшно. Эмоции не используются для контакта с окружающим миром, то есть, он эмоцию выражает, и он не подразумевает, что ему там какое-то действие совершат в ответ на эту эмоцию. Застревание в эмоциях, то есть, ему стало страшно, он закричал, от собственного крика еще больше перепугался, и вот эта эмоция начинает раскручиваться, как торнадо, усиливаясь и усиливаясь. Но и крайний эгоцентризм, опять не потому, что ребенок плохой, плохо воспитан, потому что он не понимает, что есть он и есть какие-то другие люди на этой земле. Для него это все вот вместе. Здесь какая работа может быть проведена? Первое, это мы опять-таки долго обучаем распознаванию эмоций и делаем это от простого к сложному. То есть, допустим, вот здесь три эмоции радость. Первая радость у девушки со светлыми волосами, она выражена ярко, мы говорим, смотри, вот это радость. У девушки с рыженькими волосами, она выражена чуть менее спокойно, и мы говорим, смотри, вот это тоже радость. И дальше смайлик, да, мы говорим, смотри, вот это тоже радость. Потому что иногда ребенку сразу очень трудно вот эти вот изображения, ну как смайлик, различать. После этого мы учим выражать свои эмоции с помощью мимики, жестов и движений. Для того, чтобы ребенок, даже если он не испытывает и не понимает свою эмоцию, мог каким-то образом научиться, хотя бы через картинку, эту эмоцию выражать. Татьяна Викторовна, сколько времени у меня может быть еще в запасе? Потому что еще одна важная тема не рассказана, мне хочется ее рассказать. Напишите мне, пожалуйста. Дальше, спасибо, все, я вложусь точно. Дальше мы обучаем ребенка с РАС контролем эмоций. И это тоже можно делать через карточки, через подсказки, потому что у детей с РАС вот этот визуальный канал развить лучше, чем аудиальный. Например, мы делаем ему вот такую вот инструкцию. Иногда я так злюсь, что бью маму, тогда мама грустная. Показывай, мама грустная. Так нельзя. Если хочешь кого-то ударить, нужно остановиться. Знак «Остановись». Сложи свои руки вместе. Делай пять глубоких вдохов. Когда я спокоен, мама счастлива. И вот эти вещи мы отрабатываем для каждой эмоции, для каждого состояния, пока не усвоится. Следующая тема. Вот по эмоциям все понятно, кратко, но я рассказала основные, как бы, куда двигаться. То есть, как двигаться с детками, допустим, с ЗПР, да, и с нарушениями ментальными, и с детками с аутизмом, поскольку там другая история. Следующая тема – это речь, как инструмент коммуникации. И вот здесь я хочу заострить свое внимание на то, что у нас, судя, так бывают логопедические проблемы, и они решаются в кабинете логопеда, да, это постановка звуков, это работа со звуками, это просодика речи, многие-многие вещи очень важные, которые делает логопед. Ну, у логопеда не всегда хватает время на то, чтобы настроить речь не просто как звукопроизношение, а как инструмент коммуникации. Поэтому наша задача – научить ребенка речевым формулам, речевым компетенциям. Это базовые, такие как приветствие, прощание, обращение, помощь, поддержки, помощи, услуги, оказание, то есть предложение поддержки, помощи, услуги, благодарность, отказ, прощение. В основном вот эти вот вещи. Дальше. Следующий этап – это процессуальные умения, то есть умение проанализировать ситуацию, коммуникации, понять, чего от меня хотят, как настроен партнер, чего я хочу, как настроен я. Умение говорить перед другими, слушать других, сотрудничать, управлять процессом и подчиняться. То есть в идеале ребенок должен все вот эти вот базовые навыки иметь у себя. С чем мы сталкиваемся? Деткам с ОВЗ трудно, допустим, вступать в разговор и рассказать о себе по разным причинам, по психологическим, по физиологическим. Слушать собеседника трудно, трудно пересказывать сюжет, не получается договариваться о совместных действиях и планировать и свою собственную деятельность, и, возможно, и совместную деятельность. Поэтому обратите внимание, что есть еще и речевые игры, которые направлены не на то, чтобы улучшить звукопроизношение, а на то, чтобы натренировать вот эти вот навыки речевой коммуникации. Ну, например, игра комплименты, когда участники садятся в круг, и каждый друг другу говорит комплимент. И человек, который получает комплимент, должен сказать «Спасибо, мне очень приятно». Та же самая игра «Секретик», про которую я говорила, потому что там нужно очень много слов для того, чтобы договориться, и много-много разных других игр, в которых мы оттачиваем это умение. Ну, и наверняка у вас уже созрели вопросы, а что делать с детьми, которые не говорят, потому что наверняка в группах есть детки, которые не говорят совсем, речь еще не запущена, либо не используют речь как коммуникацию, если там причина в аутизме, либо говорят только отдельные слова, и им еще трудно коммуницировать с помощью вот этого слабого набора. Тогда я вам... Есть такие молчаны? Да, тогда вы можете использовать еще и способы альтернативной коммуникации, неречевой коммуникации, и делать это стоит, потому что вот чем больше занимаюсь этой темой, тем больше нахожу примеров, реальных живых примеров того, что использование альтернативной коммуникации способно запустить речь. Что такое альтернативная коммуникация? Это знаки, символы, это жесты рук, это может быть визуальное расписание, которое облегчает жизнь очень сильно деткам, например, с СДВГ, с аутизмом, с ЗПР, с другими какими-то заболеваниями и состояниями, где не очень хорошо с целеполаганием у ребенка. Это может быть глобальное чтение, методика спорная, я про нее расскажу немножечко, методика спорная, но опять-таки я встречаю отзывы и приемы, что глобальное чтение запускает речь у аутистов. Поэтому не стоит, наверное, сбрасывать со счетов, может быть, как-то можно модифицировать. Ну и это карточки PECS, которые сейчас есть, есть наборы карточек PECS в продаже и их можно приобрести. Что еще хотела сказать, что если у вас в группе, в классе ребенок, который нуждается в альтернативной коммуникации, не надо думать, что другим детям это не нужно. Вот эти вот наборы карточек, они могут работать и для нормальных детей, но там они будут выполнять просто другую функцию. Поэтому если вы такую вот штуку себе закупаете, тогда она будет работать на всю вашу группу. Вот визуальное расписание. Есть готовые. Пока я материал собирала, я видела, что многие фирмы уже производят вот это вот расписание. Это вот таким образом организуется жизнь для ребенка-аутиста или ССДВГ. Он смотрит на картинку, видит флажочек красненький сейчас и по картинке понимает, что ему нужно делать. Сейчас мы надеваем шапку, например, и идем кататься с горки. Потом мы будем спать. Сначала взрослые составляют это расписание, потом ребенок помогает взрослому, потом взрослый помогает ребенку, а потом уже переходит или на словесное расписание, или на что-то другое. Карточки ПЭКС – это целая система. Она была разработана в 85-м году для детей-аутистов, не говорящих для того, чтобы каким-то образом дать им канал общения, для того, чтобы они даже не разговаривая могли общаться с другими детьми. То есть задача вот этого набора карточек запустить самостоятельное, инициированное ребенком общение. То есть ребенок мог начать общение даже в виде карточек и это общение продолжить. Когда начали по карточкам работать, поняли, что дети включают речь. Очень часто. То есть карточки ПЭКС вполне себе способны запустить реальную речь, словесную речь у детей. Как это делается? Рассказываю подробно, потому что с любым набором символов каких-то неречевых вы можете поступать точно так же. Ну вот, Ирина, я на ваш вопрос отвечаю. Можете через карточки ПЭКС пробовать, через жесты, через что-то еще. Итак, первый этап – это понять, что есть предмет и есть символ, который этот предмет изображает. Дальше. Следующий этап. У нас уже есть некое расстояние, то есть ребенок должен сам подойти к набору карточек, выбрать нужную, подойти обратно к педагогу и дать ему в руки. То есть здесь уже ребенок как бы больше задействован в общении. Следующий этап. Различаем карточки, то есть здесь их становится больше. Карточки продаются, то есть вы в поисковике вводите волшебную фразу «Купить карточки ПЭКС» и находите те, что вас устраивает по финансам и по доставке. Различения карточек, сейчас их очень много, и вы видите, что здесь уже появляются слова-глаголы, и самое главное «Я хочу». То есть когда аутичный ребенок вам говорит или показывает «Я хочу пить», то это значит, что уже, наверное, половина работы сделана и ребенок может уже коммуницировать. Дальше мы выстраиваем таким образом предложение из карточек, ну и дальше уже на следующем этапе общение становится более таким полным, цельным, то есть ребенок может ответить на вопрос, что ты хочешь, ребенок может прокомментировать что-то, может рассказать о своих чувствах с помощью карточек, ну и уже начинает общаться. Через ПЭКС, через другие символьные вещи мы переходим к другим формам общения. Кроме того, ребенок снижает неадаптивное поведение, то есть запускается коммуникация, ему теперь уже не нужно колотить других людей, чтобы получить свою порцию внимания. улучшается социальное поведение, ну и как я уже говорила, вполне вероятно, что работа с несловесной коммуникацией может запустить словесное. Что такое глобальное чтение? Это метод чтения, когда ребенку предъявляется слово целиком, и он как бы визуально воспринимает это слово. Не чтение через буквы, слоги к целому слову, а чтение через целые слова. Здесь в основном задействуется правое полушарие, зрительная память, а как я уже сказала, зрительный канал, он у многих деток с ОВЗ развит лучше, чем слуховой. И как ни странно, уменьшается риск фонетиков и аноматических нарушений, потому что дети просто запоминают, как пишется слово, и потом уже ошибки не выдают. Правила альтернативной коммуникации. Первое. От реальности к символу. Символизм нарастает. То есть сначала мы берем реальный предмет и с этим предметом работаем. Потом его заменяет картинка, но очень близко к реальному предмету, похожее на него. Потом уже символизм увеличивается, и мы получаем некий знак, который символизирует реальный предмет. Дальше. Особенно для деток с аутизмом вам нужно предъявить избыточность символов. То есть вот вы здесь видите 6 картинок, и норматипичный ребенок и взрослый, допустим, если ему предъявить любую из этих картинок, он скажет, что это апельсин. Но ребенок с аутизмом, если он видел картинку, допустим, верхнюю слева, и ему показать верхнюю посередине, он может смутиться и не понять, что это одно и то же. Точно так же при переходе от цвета к графике, точно так же при переходе к каким-то мультяшным образом и так далее. Ну, то есть вы должны, грубо говоря, ребенку рассказать, это апельсин, и это апельсин, и это тоже, и это, и это, и это. И таких символов может быть много. Дальше. То, что вы взяли уже в символы, то, что вы уже рассмотрели, вам нужно функционально использовать в общении. То есть они не должны пылиться в альбоме, они должны работать в общении. Поэтому мы начинаем с тех слов, которые вы используете в общении. Ну и, собственно говоря, это все, что я хотела рассказать про неречевые методы коммуникации и про коммуникацию вообще. То есть еще раз, подводя итог, то, что мы делаем, мы заходим в ядро травмы, то есть мы находим первопричину состояния ребенка и работаем с этой первопричиной. Все, что можно выучить, проучить, повторить через игры, мы делаем через игры. Ну и для деток с аутизмом мы идем маленькими-маленькими шагами и потом уже из этих шагов складывается их дорожка ну к более-менее нормальной и с большой вероятностью счастливой жизни. Потому что в новой цифровой эпохе для деток с аутизмом места много, по крайней мере больше, чем было там 20 или 30 лет назад. Вот, я постаралась сказать все, что хотела, все, что для меня важно. Если есть вопросы, вы можете сейчас еще спросить, задать эти вопросы. В разделе «Вопросы нету», не вижу ничего. Может быть, в чате проскользнет. Я желаю вам большой-большой удачи. Я желаю удачи и здоровья вашим деткам. Ну и очень сильно надеюсь, что эта информация будет вам полезна. Спасибо. Ну и если вопросов нет, наверное, на этом все. Нет вопросов? На всякий случай оставила координаты. Если что, можно написать или зайти в гости в контакт. Ну все, вопросов нет. Тогда коллеги, удачи. И организаторам огромное спасибо за возможность сказать, как всегда. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok